Добрый вечер! Вы в стране легенд. Меня зовут Виктор Савченко. На прошлой неделе мы запустили наш сезон. Была классная игра с командой DEX. Сегодня тоже должно быть не менее интересно. И самое главное, мы продолжаем изучать многогранную историю нашего Приднестровья, каждый раз узнавая для себя, да и для вас тоже что-то новое. Мы сегодня возродим традицию. Будем играть в том числе и с вами, дорогие зрители. Зададим вопрос для вас. Вы очень часто справляетесь с ним лучше, чем команда, которая играет. И вообще в этом плане вы дадите форум многим. Я скажу о том, что скоро с нами сыграет и команда зрителей самых крутых, самых отличившихся. Итак, много команд с нами будут играть в этом сезоне. Лучшие выйдут в следующий этап. А Кубок Первого Приднестровского, Кубок Страны Легенд, мы разыграем уже ближе к лету, а может быть вообще летом следующего года. Поэтому сезон будет длинным, ярким и полезным с точки зрения изучения истории Приднестровья. Поехали. Итак, Страна Легенд и вторая игра сезона у нас. Сегодня с нами играют студенты экономического факультета ПГУ. Назвали себя Экономикс. Команда дебютирует. В нашей игре пожелаем им удачи. Вы, главное, не волнуйтесь. Представляю участников слева направо. Карина Леонтьева, Виктория Чибан, Ирина Стерликова, капитана пропустим, Анастасия Куницкая, Наталья Коваль и тот самый капитан команды Владислав Логвин. Владислав, как готовились к этой игре? Ну, мы перед этим просматривали некоторые выпуски программы, в принципе, повторяли общие вопросы по истории ПМР и, основываясь на прошлых вопросах, искали похожие темы и подготавливались по ним. А что вас особенно поразило в предыдущих выпусках программы, а может быть, напугало? Ну, сложность вопросов, скорее всего. Там бывает очень сложно за что-то зацепиться. Например, тот же вопрос про Прометея и про гидроэлектростанцию вообще. Я бы не сразу до этого дошел. Это нужно коллективно все решать и как-то до этого добираться. Для этого вы и подобрали сегодня такой блестящий коллектив. По какому принципу формировали команду, расскажите? Ну, во-первых, это на добровольной основе, кто захотел. А далее, в принципе, отсеивали по выбору старших. А ну-ка признавайтесь, кто там недобровольный у вас? Нет, нет. Все-таки все добровольно. Порядок вопросов у нас с этого сезона определяет рулетка. Сегодня у нас потенциально 11 вопросов, поскольку мы играем до 6 очков. И 11 тем. Темы сегодня такие. Арт-вопрос. Перья Долгорукова. Найди общее. Дело моды. Капитанская игра. Это когда, Владислав, мы останемся один на один. Упрямый румянцев. Трансмиссия. Золотая орда. Смерть Павла I. Вечная латынь. И предание гласит. В общем, судя по этим темам, понятно, что ничего не понятно. А вот рулетка решит, с чего мы начинаем. Итак, мы определяем порядок вопросов. Первый вопрос будет у нас под рубрикой «Трансмиссия». Итак, сразу переходим к делу. Задаю вам первый вопрос. Рубрика «Трансмиссия». Трансмиссия на велосипеде обычно находится с правой стороны. Так пошло еще со времен первого устройства. По одной из версий, потому что движение в стороне изобретателя левостороннее. По другой, виноват некий предмет или его аналог. Так, к какой категории можно отнести этот предмет? Вопрос понятен? Да. Время пошло. Сходится справа. Ну, если зацепляться за страну, то левостороннее движение – это Великобритания и Австралия, в принципе. Это поэтому все. Нужно, скорее всего, отталкиваться от предмета, который виноват. Может, это как-то было связано с, не знаю, именно с изобретателем. Может, у него какие-то дефекты были на ногах. Не знаю, может, это протез какой-то был, и он ему мешал. Можно категория. Категория предмета. Можно категория. Ну, я, скорее всего, считаю, если это Велосипед, это что-то связано с ногами. Может, это был предмет, который… Скажи, ты говорила что-то. Скажи, скажи, скажи. Есть же категория А, Б, С. Вождение. Вождение. Предмет нужно отнести к категории. Это категория водительских прав для велосипеда, ненужные права. Я понимаю. Это из-за того, что нужно получить права на велосипед, поэтому… Когда изобретали велосипед, мне кажется, прав в принципе не было. Тогда не было даже машин. Какой категорию можно отнести протез, например, ноги? Или, не знаю, может, у него был гипс на ноге в тот момент. А при чем тут так далее левостороннее движение? Первая версия левостороннее движение, а вторая – какой-то предмет, который помешал. У меня как раз версия с медицинским каким-то приспособлением. Не знаю, как правильно зовут протез. Мне кажется, что влияла категория А, которая относится… Какое-то дорожное, может… Десять секунд. Капитану пора определяться. Традиционное время для того, чтобы выбрать правильную версию. Категория предмета. Предмет. Нужно отнести к категории его. Как предмет, который сейчас с медициной как? Я пытаюсь у вас помощь получить. Так, Владислав, кто будет отвечать на этот вопрос? Давайте, я буду отвечать. Будет отвечать капитан. Итак, я задаю вопрос, и мы продолжаем играть только с капитаном. Будете отвечать. Трансмиссия на велосипеде обычно находится с правой стороны. Так пошло еще со времен первого устройства. По одной из версий, потому что движение в стороне изобретателя левостороннее. По другой виноват некий предмет или его аналог. Так, к какой категории можно отнести этот предмет? Владислав, ответ и почему. Так, вопрос не требует точной формулировки, насколько я понял. По моей версии, по нашей версии, этот предмет входит в категорию какого-то медицинского приспособления, там протез или, возможно, что-то типа аналога костыля, что мешало изобретателю каким-то образом поставить трансмиссию справа, поэтому на слева. Я принял ваш ответ, категория медицина. Логика есть в этом ответе. Как думаете, когда первый велосипед был изобретен примерно? Ну, около, мне кажется, это 18 век, может чуть ранее. Но, тем не менее, первым велосипедом, который похож на современные аналоги, стал велосипед-скиталец Rover. Его создал англичанин Джон Кэмп Старли в 1884 году, конец 19 века. Он узаконил расположение трансмиссии с правой стороны, с тех пор так и было. По одной из версий, потому что движение в Англии левостороннее, тут все понятно, вы сразу вышли на Великобританию, значит, с этой стороны удобнее садиться с тротуара на велосипед, не запачкаться о масляную цепь. По другой версии, цепь с правой стороны – это дань верховой езде и временам, когда люди ходили со шпагами, рапирами и прочими атрибутами мужества. Понимаете, да? Их крепили у левого бедра. Соответственно, и на лошадь садились с левой стороны. Категория – оружие. Формулировка вопроса достаточно мягкая была, да. Тут нужно было выйти на оружие, которое особенно свойственно было тем временам, причем неважно, 18-19 век и так далее. Но будете набираться опыта прямо по ходу игры. 1-0 Итак, вопрос номер 2. Сейчас определим категорию вопроса «Смерть Павла». Итак, 23 марта 1801 года в России произошел государственный переворот. Придворные заговорщики убили Павла I в его покоях. Известный факт. Историк Эйдельман полагал, что Михаил Иларионович Кутузов был в деле. Свои выводы он сделал после того, как изучил воспоминания и мемуары свидетелей тех событий. Однако историк допустил ошибку. Михаил Кутузов не участвовал в заговоре против Павла I. Вопрос. Почему вообще Эйдельман ошибся и беспочвенно заподозрил будущего победителя Наполеона? Вопрос ясен? Да. Поехали. Есть какие-то версии? Может быть, он был свидетельствующим каких-то разноклассников между Кутузовым. Тут вопрос в том, почему он его беспочвенно... Потому что он видел, наверное... Вопрос. Нам нужно ответить, почему он ошибся? Почему он его вообще заподозрил? Почему он вообще заподозрил Михаила Иларионовича Кутузова в том, что тут участвовал якобы в перевороте? И в убийстве Павла I. Подозревают в убийстве? Думаю, на конфликт какой-то. Скорее всего, между ним какой-то конфликт произошел. Но раз уж он... Я победил Наполеона, ему было... Я не помню, но он был уже в преклонном возрасте. Он, мне кажется... Значит, где-то уже был и так, плюс-минус 50. Больше. Мне кажется, около того. Плюс-минус. Ну, то есть... Первый, насколько я помню, он зашел на престол довольно-таки поздно из-за того, что Екатерина II, она очень долго правила. Мне кажется, что он около 30 лет зашел на престол. И мне кажется, что, возможно, Кутузов даже пообучал его военному делу, но это не факт. Такого не помню. Возможно, у них еще здесь, что я знаю. Он мог быть в охране, как где-то в дворянке, если я не знаю даже. Ну, Кутузов вряд ли. Это же все-таки полководник. Он мог обучать военному искусству в будущем. Ну, мы можем... Конфликт, это как одна из... Скажем, вопрос, что это может быть. Информация, может быть, предоставленная, может ли я правильно. Ну, мемуары, это рассказывается от Ильи Сайминового, там не всегда циферные факты. Возможно, это как... Мы считаем, что историю были предоставлены неподлинные материалы. Так. Возможно, это была просто недостоверная информация. Некая фальшивка, да? Да. Подставить кто-то хотел Кутузова, да? Возможно. Итак, 23 марта 1801 в России произошел госпереворот. Придворные заговорщики убили Павла I в его покоях. Если знаете, Александр I как раз-таки тот, кто стал следующим императором. И сын Павла I или участвовал, или с его молчаливого согласия вообще все это... Произошло. Потом клеймо и пятно на всю жизнь. Историк Эйдельман полагал, что Кутузов был в деле. Свои выводы он сделал после того, как изучил мемуары, свидетелей событий тех лет. Вот что он написал. Павел предчувствовал, Кутузов знал. После разговора царь отправился к себе, а Кутузов пошел играть в карты с генералом Калагривом, который сохранял верность императору. Ночью посреди партии Кутузов открыл часы, понял, что дело сделано, и объявил Калагривого арестованным. Однако историк допустил простую, элементарную и фатальную ошибку. Михаил Иларионович не участвовал в этом заговоре. Эйдельман не учел, что Кутузов, тот самый, который победитель Наполеона, был в очень далеком родстве с шефом лей-гвардии Павлом Кутузовым. В заговоре участвовал его дальний родственник Павел Кутузов. Так что простой ответ – фамилия. Фамилия, однофамилец, перепутал. Вот и все. Вот и весь ответ. 2-0. Друзья, ничего сложного не было. Давайте, заведитесь, как говорят, футбольным командам. Готовы продолжать? Мы готовы бороться. Правильно, всего 2-0. Рано сдуваться. У нас тут была команда, которая выигрывала 4-0 и проиграла в итоге. Так что вы должны зеркально поступить. Ну что, на какую тему будет следующий вопрос? Арт-вопрос. Ну, ваша тема практически. Я напоминаю, один из вопросов, которым будем задавать, прозвучит и для зрителей. Дорогие друзья, сможете ответить в телеграме «Страны легенд». Там все пароли и явки, куда отвечать, а потом забирать приз в виде чашки с нашим логотипом. Итак, арт-вопрос. В 1899 году, в честь векового юбилея со дня знаменательного военного события, известный русский художник написал картину. Формат полотна вертикальный, что крайне редко для подобных сюжетных линий. Другая особенность – высота картины. Она почти 5000 мм. Какое событие изобразил художник? Так, из-за кого? Это 1789 год. Нам нужны события. Это может быть, кто был тогда художником? Я помню раньше, но это время не помню. Нам нужно отталкиваться от даты. Я знаю, что она может быть, приход в Суворово через Альфу, но я не знаю, какая она была. Мне кажется, она была довольно высокая. Ну, короче, подожди. 1789 – это как раз года, когда Суворов ходил в походы. Это период его жизни. Да? Это период жизни не Суворова, а Ктузова. Ктузова или Суворов? Какой год? Суворов – это вообще? Это давно. Я не про Суворов, я про Ктузова. А, Ктузов был в 1881 году. Это какой-то перечаски тем, что Ктузова? Павел Первый. Это да. А Ктузов был… Да, подожди, почему здесь Ктузова? Так, смотри. Я про Суворова. Ктузова забудем. Я не знаю, что Ктузова. Подожди, нет, дайте скажу. Суворов давно живет. 1812 год. 19… 1812 год. Это Великая Отечественная война. Да. Это просто Отечественная война. Да. Ктузов там участвовал. Ну. Да. Победитель Наполеона. Да. Значит, он еще жил в этот момент. И он тогда уже в преклонном возрасте. Это как раз его, мне кажется, это как раз переход к Ктузову через Альфу. Это здесь Суворов, я тебе говорю. Да какой… Я поэтому спрашиваю Суворова. Что можно было на такой высокой картине? Тут нужно затрагивать. Это тысяч миллиметров, это сколько? Если мужское сражение, то оно побольше было вот таким. Горизонтально. Возможно, это для тебя какой-то крепкости. 10 секунд, капитан, принимайте решение. Поэтому это типа, ну, как они сказали, что это нестандартно. Может быть, все-таки… Может быть, что-то прокрепили, потому что… Дамы сказали… Время, друзья. Владислав, кто отвечает? Важный вопрос. Снова капитан берет ответственность на себя. В 1899-м, в честь векового юбилея со дня знаменательного военного события, известный русский художник написал картину. Формат полотна вертикальный, что крайне редко для подобных сюжетных линий. Другая особенность – высота картины почти 5000 миллиметров. Какое событие изобразил художник Владислав? Что за событие? Ну, отталкиваясь от размеров картины, то, что она довольно-таки высокая, можно предположить, что это взятие какой-то крепости. И раз уж это связано как-то с Приднестровьем, можно предположить, что это взятие Бендерской крепости. Взятие Бендерской крепости. Версия патриотичная. В 1899-м. Ну, здесь понятно, вам нужно было отмотать на 100 лет назад, посчитать. Знаменитый русский художник Суриков закончил одну из известнейших своих картин. Она как раз-таки касалась событий 1799-го года. На полотне представлен один из наиболее значительных подвигов русских солдат во главе с великим полководцем Александром Суворовым. В картине много необычного. Прежде всего, обращение крайне редко используемо в реалистичной многофигурной композиции вертикальному формату. Ему понадобился вертикальный формат. Суворов писал об этом историческом подвиге в донесении Павлу Первому так. На каждом шаге, в всем царстве ужаса, зияющей пропасти, представляют отверстие и поглотить готовы гробы смерти, дремучие и мрачные ночи, непрерывно ударяющие громы, льющиеся дожди и густой туман облаков. При шумных водопадах с камнями с вершин низвергающихся, умножается и трепет. Как поэт писал великий полководец. Высота картины символична. Она высокая, 5000 мм. Высота гор, через которые приходил отряд Суворова, почти 5000 метров. Совсем рядом с вами, очень близко Владислав, находится Ирина Стерликова, которая вам сразу подсказала правильный ответ. Переход Суворова через Альпы. Дословно верный ответ. К сожалению, эту версию мы больше не обсуждали. 0-3. Эх, друзья, от неопытности вы прям критическую ошибку, возможно, сейчас допустили. Продолжаем. Вам нужно собраться. Это еще не приговор. Играем до шести. Найди общая рубрика следующего вопроса. Итак, что общего между древнегреческим богом искусств, мертвой головой и любовью Набокова? Это что-то сегодня с музыкой. У меня ассоциация с мертвой головой тут какая-то... Это забереванная. Ну, почему-то. Ну, мне кажется, бог искусств, древнегреческий – это музыка. Кого-то? Музы поэта, музы... С музыкой связаны. Ну, что есть мертвой головой? Мертвая голова. Ну, любовь... Скорее всего, ответ – муза, потому что, насколько я помню, Набоков, он восхвалил свою музыку. Какой мертвый? Мне кажется, ответ – муза, мертвая голова. С мертвой головой надо хотеть... Медуза, горгона, может... Не заменюши только за... Подожди. Просто медуза, горгона, она созвучна с музой. По буквам собрал. А почему? Муза. Ну, это может быть правильный ответ. Ну, давайте другие версии предлагать. Мертвая голова, что может быть еще? Единственное, что я вспомнил, мастер Маргарита. Говорит, мы проехали голову. Может, кто-то что-то про это писал. Ну, давайте кто-то застыть. Ну что, товарищи экономисты, кто будет отвечать? Рассказывайте. Скорее всего, может, у него и не было. Людей у него была музыка только в жизни. Владислав, кто отвечает? Тому, кто останется сейчас со мной один на один, я дам, ну, может быть, маленькую подсказку. Давайте ответит Карина. Почему? Карина. Отвечает Карина Леонтьева. Поздравляю вас с дебютом. Мы не раз говорили про Набокова в предыдущих играх, на самом деле. И Набоков, между прочим, к Приднестровью вполне себе имеет прямое отношение. Может быть, это вам поможет. Итак, Карина, что общего между древнегреческим богом искусств, мертвой головой и любовью Набокова? Мы предполагаем, что связь в этом есть, ну, с Набоковым, то, что он вдохновлялся музами. И, соответственно, то, что древнегреческие боги искусства, они тоже, как, наверное, тоже вдохновлялись от чего-то. Но вот связь с мертвой головой мы, если честно, не можем найти. Но это наше единственное предположение. Ну, у Владислава было предположение, что муза тесно связана с медузой, которой можно отрубить голову. Я принял ответ муза. Древнегреческого бога искусств зовут Аполлон. Такое же название получил определенный вид отряда чешуи крылых. Мертвая голова – это название из этого вида насекомых, друзья. Этот вид насекомых очень любил Набоков, который бывал у нас в Приднестровье в Каменке. Больше того, он очень любил бабочек. Речь о бабочке. Древнегреческий бог искусств. Мертвая голова – название этого одного из видов бабочек. И Набоков обожал бабочек. Факт, кстати, очень известный. Кстати, именно о любви Набокова к бабочкам мы не раз говорили в этой студии. Где-то вы не домотали, до какой-нибудь передачи где-то упоминалось. А то, что Набоков бывал в Каменке, это до сих пор наша большая гордость. Итак, 4-0. Ну что, теперь время вашего возвращения в игру, друзья. Пора собраться. Да, мне пора. Дело моды. Ну, у вас пять девушек там. Дело моды. Надо брать этот вопрос. Вполне, кстати, женский вопрос. Шаровары запорожских казаков, по образному выражению Гоголя, бывали шириной с Черное море. А вот гусары, напротив, носили узкие брюки в обтяжку. Из кожи какого животного они были сделаны? Крепоте. Крепоте. Какой-то. Кто? Я думаю, что это было. Бычье. Ну, нужно, скорее всего, так как гусар было много, ну, как бы, там, на высшем войске. Нужно выбирать ту, которая есть, ну, доступность. Мне кажется, это не все так банально. Или они все так просто. Хотя мы думаем, что все так просто обходят. Можешь что-то связано с принцем. Или лось, или олень. Почему? Мы так знаем. Я смотрела какое-то шоу, и так такое говоришь. Про модуль. Пока команда обсуждают, я напоминаю зрителям, что вы тоже можете присылать свои вопросы. Адрес легенда собака по gtrk.ru. Присылайте вопросы, мы вас обязательно упомянем. А если вопросы будут хорошие, еще и пригласим поиграть с нами. У нас такие зрители, кстати, в этом сезоне будут самые активные. Нет, нет, нет. Если вы где-то помоете, значит, что будет, чтобы это так. Которое у нас есть. У нас всегда. По-моему? В лесу. Я не знаю, что это было. Нет. Давай, закажи кто-то. Потому что они были в лесу доступны. Спасибо. Друзья, время отвечать. Ну, хорошее у вас обсуждение. В этот раз было. Владислав, кого выбираете? Выбор у вас большой. У нас лоси есть. Все. Ну, вот. Все. Тише. Отвечает Вика. Будет отвечать Виктория Чабан. Шаровары запорожских казаков по образному выражению гоголя бывали шириной с Черное море. А вот гусары, напротив, носили узкие брюки в обтяжку. Из кожи какого животного они были сделаны? А, Виктория? Давайте правильный ответ. В положении, что мы сделали цепочку. Черные брюки в обтяжку – это что-то напоминает лосины. Раньше на территории Приднестровья водились лоси, их было немало. И вот мы вышли к такому выводу, что из кожи лосей делали раньше брюки в обтяжку. Из кожи лося, да? Да. Принимаю ответ. Запорожские казаки и Приднестровья, правильного сюда сразу Приднестровья привязали. Патриотизма вам не занимать, молодцы. Испокон веков они стояли на рубеже границ, земель современного Приднестровья против турецкого ига, собственно говоря, обороняли наши земли. Их подвиги воспевал и Великий Гоголь, подвиги запорожских казаков. Подвиги и традиции культуры, даже одежду, например, шаровары, сравнивали с шириной Черного моря. Это, конечно, все образно. А кто такие гусары, пояснять не надо. В отличие от казаков, гусары на всех репродукциях, в тонких, обтягивающих штанах. Я же говорил, женский вопрос. Сшили эти штаны и с тонкой лосиной кожей. Так и называли их лосины. 4-1. Молодцы. Первый, кстати, если я не ошибаюсь, тоже Ирина эту версию выдвигала. Прислушивайтесь к ней, Владислав. Кстати, надевали лосины только перед выходом в свет. На бал, например. Они были на два размера меньше. И перед тем, как их надеть, вещь мочили и так в мокром виде и натягивали. Потом штаны высыхали и плотно обтягивали ноги. Так что колени не гнулись. Зато было модно. Лосины входили в парадное амбудирование гусар вплоть до 20 века. Модный вопрос. Хороший ответ. 4-1. Вот так. И понимаете, что такое цена теперь одного неправильного ответа, да? Где-то бы не ошиблись, было бы 3-2. 3-2 и 4-1. Огромная разница. Зато получите бесценный опыт сегодня. Итак, вопрос номер 6. Капитанская игра. Ну все. Девушки покидают зал. Можете пока отдохнуть. Мы остаемся один на один с Владиславом. Уважаемые зрители, этот вопрос звучит и для вас. Поэтому внимание, слушайте. И сразу же присылайте правильные ответы нам. В телеграм-канале нашем «Страна легенд» вся инструкция есть, куда ответы присылать. Кто первый пришлет правильный ответ, а может быть и не один первый, да? А может двоим подарим чашку. Получите чашку с нашим логотипом. Ну что, готовы, Владислав? Да. Ах, в такой-то непростой ситуации у нас капитанская игра. Но на самом деле вопрос взять можно и нужно. Итак, если в фамилии известного героя Отечественной войны 1812 года сделать ошибку, то она, фамилия, станет гораздо лучше соответствовать его талантам, что было замечено еще его соратниками. Как фамилия этого героя пишется без ошибки? Думайте, Владислав, я буду как-то заполнять ваше молчание. У вас наверняка будет много версий. И буквально вот на днях, на прошлой неделе, получается, да, с учетом времени нашего выхода в эфир, была годовщина Бородинского сражения, потрясающая битва. Главная, наверное, в Отечественной войне 1812 года. Много легенд написали на эту тему французы. В воспоминаниях Наполеона вообще написано, что русская армия превосходила по численности французов в три раза. Конечно, неправда. На самом деле, русских было меньше на Бородинском поле. Все читали Бородино, восторгались, восхищались. Им всем советую перечитать. Можно даже как детям сказку на ночь читать. Это на самом деле о подвиге нашего оружия, о великом подвиге наших солдат. Да, русская армия в итоге отступила к Москве и даже сдала Москву. Уникальный случай. Но цена этой сдачи в итоге была победа. В конце концов, Россия эту войну выиграла. От армии Наполеона на тот момент не осталось ничего. Чтобы он там не рассказывал про русские холода, скифскую тактику, там заманивали. Это его абсолютно не оправдывает. Поражение он понес абсолютно заслуженное. И здесь отдаем, конечно, дань гениальности Кутузова. Он убедил сдать Москву. Есть знаменитая картина «Военный совет в филях», когда принимается решение о сдаче Москвы. Там такое напряжение в лицах. Я просто... Мне сейчас стыдно. Я сразу не вспомню, кто автор этой картины. Тут внизу меня подправят. Режиссеры напишут, кто. Но на этой картине все напряжение, конечно, чувствуется. На самом деле. Что принималось тяжелейшее решение оставить Москву. На тот момент не столицу России, но, безусловно, древнюю столицу одной из главных городов. Москву оставили, но Россия войну выиграла. Итак, Владислав. Если в фамилии известного героя Отечественной войны 1812 года сделать ошибку, то она, эта фамилия, станет гораздо лучше соответствовать талантам этого человека. Что было замечено еще его соратниками? Как его фамилия, герой Отечественной войны, пишется без ошибки? Назовите фамилию. Ну, у меня всплыла сразу версия одна. Я могу предположить, что это Василий Теркин. Я в этом не уверен. Ну, это, в общем, как образный герой, такой собирательный. Я не уверен, во время Великой Отечественной войны или Отечественной войны, он, ну, вообще, ну, его, как сказать, создали, да. А что с ошибкой в Теркине? Мне кажется, пишется через ее, как с ошибкой, то есть тереть в порошок врагов, стирать, как терка. Итак? В ошибке Е. Я принял ответ 7 сентября. Исполнилось 210 лет со дня легендарного сражения. Я уже говорил об этом в ходе Отечественной войны. Это Бородино. Историки ставят, кстати, в один ряд со Сталинградской битвой это сражение. Ход мировой истории просто был повергнут спять. Ну, и, конечно, кровавость этого сражения на тот момент была абсолютно несравнимой ни с чем. Очень много жертв. Ну, а дальше про сдачу Москвы и итоговую победу я рассказал. Был среди этой плеяды полководцев, там были Кутузов, Воронцов, Барклай, Де Толли и не только. Был среди этой плеяды полководцев и героев еще один военачальник. Василий Теркин, это, конечно, Великая Отечественная война. Мифический персонаж, которого так любили советские солдаты. А наш герой более 30 лет отдал служению России. Наполеон считал его лучшим генералом русской армии. К сожалению, во время Бородинской битвы он погиб. Про него говорили «Бог рати он». «Бог рати он». Маленькая ошибка. Багратион. Петр Багратион – самый известный герой Отечественной войны 1812 года. Вот так, Владислав. Может быть, не хватило вам девушек рядом, чтобы подсказать. Сейчас мы их спросим, пусть возвращаются. Сейчас мы их спросим, была ли у них такая версия. Ну, я надеюсь, наши зрители правильно ответили на этот вопрос. Вот кто первый прислал правильный ответ, тот получит от нас подарок. Нашу фирменную шашку. Так, Ирина, вы, наверное, знали, да? Нет. А кто знал? Был у кого-то правильный ответ? Когда вы начали говорить, мы примерно уже начали вспоминать. Как вы сказали про полководца, сразу стало понятно. Так, ну, первая версия пришла только Василий Теркин и я с войной ощупь. У нас была версия, что это точно не Василий Теркин. Сто процентов. В общем, когда капитан ответил, вы уже все поняли. Итак, счет 5-1. Определяем тематику следующего вопроса. Ошибаться вам больше нельзя. Упрямый румянцев. Упрямый румянцев. Выходим мы в эфир 17 сентября. В очередную годовщину нашего референдума о независимости и свободном вхождении в состав Российской Федерации. Я всех поздравляю. И вот абсолютно российский вопрос нам в тематику. История у нас одна, единая, общая. Итак, выдающийся полководец Петр Румянцев-Задунайский к веяниям моды относился равнодушно. Ну, не любил он моду. Когда все его современники уже давно сменили имидж, он наотрез отказывался уступать и что-то менять в своем облике. Все что-то делали, а он нет. Вспомните поговорку и скажите, как подшучивала в то время над Петром Румянцевым молодежь. Соберитесь. Вопрос хороший. Самое время отвечать правильно. Счет 5-1. Ну, сейчас встречают по одежке. Провожают по одежке. А что-то такое? Очень хорошо. Очень, если ты молодежь. Ну, сколько я помню, Румянцев, он как бы... Ну, тут все идет больше по внешнему виду. Ну, да. По яме на везде. Не встречают по одежке. Ну, точно было. Так это должна быть шуточная форма. Это шутка должна быть. Ну, это же не полная встречают по одежке. Это не полная версия. Да, наш внешний вид сразу цеплял его. Да. Да, это курс. Какой? Ну, некоторые мы не сказали. Ну, так мы ничего думаем. Подожди, нет, надо подумать, в чем ты думаешь. Думаем. У нас есть время. Ну, насколько я помню, Румянцев, он командовал флотом. Румянцев. Румяный. Не знаю. Что-то шуточное. Ну, я имею в виду, мода именно связанная на корабле. Петр Румянцев один из символов Приднестровья просто. Опять у нас прямые связи с нашей страной. Это вам так кажется? Оно медленно тянется. Я спрашиваю, кто был в Киеве. У меня тоже кажется, что... Ну, просто у нас нет других вариантов. Что еще с Киеве, да. У нас нет других вариантов, поэтому это надо сказать. Ну, у меня тоже какой вариант, если бы нет. Пословите, поскольку вы. Ну, это все как-то слишком по-жимому. Так, мы должны сошлись в Киеве, как я сказал. Да. Ты будешь креивая? У-у-у. Получается, да. Окей. Ну, просто нет же других вариантов, поэтому... Ну, мы его предложили. Надо... Кто будет отвечать на этот вопрос, решающий для вас? Давайте сделаем так, будет отвечать Карина. Так, будет отвечать Карина. По какому принципу ее выбрали? Ну, она предложила. Хорошо, выдающийся полководец Петр Румянцев-Задунайский к веяниям моды относился равнодушно. Когда все его современники уже давно сменили имидж, он наотрез отказывался уступать и что-то менять в своем облике. Вспомните поговорку и скажите, как подшучивала в то время над Петром Румянцевым молодежь. Карина, давайте. Пошутите над Румянцевым. Это не шутка. Это серьезный вопрос. И серьезная поговорка. Мы, на самом деле, шутку здесь не увидели, но единственное, что мы вспомнили, это поговорку «встречают по одежке, провожают по уму». «Встречают по одежке, провожают по уму». И Румянцев должен был это воспринять как молодежную шутку. То есть, например, я за вас додумываю логику, да? То есть он что-то не сделал, встретили его по одежке, проводили по уму, поняли, не соответствует он молодежным веяниям, отказывается он что-то делать. Итак, Румянцев, человек-легенда, один из ярких представителей Золотого века Российской империи. Исторический символ Приднестровья, как я сказал. Блестящий полководец, администратор. Он родился 15 января 1725 года. Кстати, есть версия, такая теория, о том, что он родился в селе Строиц. Но это лишь теория. И еще и был крестником самого Петра Первого. Хотя злые языки поговаривают вообще и с сыном. Это еще злые языки. Прекрасно. Был бы с сыном и замечательно. В общем, какая была мода? Вот то, что вы не обсудили. Какая же была мода примерно в то время, с которой могла бороться молодежь. Или мода, которая могла породить новый имидж и так далее. На самом деле это были парики с косичкой. От косичек стали уходить в то время. А Румянцев-Задунайский все равно упорно сопротивлялся. Отсюда и родилась шутка. Когда косу срезают, производят некое действие. Действие связанное как раз таки с косой. А в случае с Румянцевым-Задунайским молодежь шутила так. Нашла коса на камень. Понимаете, да? Отказывался он резать свою косичку. Вот примерно так. Юмор-то молодежный оценили? Очень. Друзья, 6-1. У нас игра, к сожалению, окончена. Надеюсь, вы получили удовольствие. Пусть будет первый опыт для вас именно таким. Такие ситуации у нас бывали. Я думаю, что... А какой вопрос вам больше всего, кстати, понравился? Владислав. Да, в принципе, все вопросы одинаково сложные. Я думал, тот, на который вы ответили. Ну, не я на него ответил. Мы команда ответили. Вам большое спасибо за игру. Набирайтесь опыта. Надеюсь, еще увидимся. Всего хорошего дня. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну, что мне тут сказать? Ну, вы, может быть, сами все скажете, дорогие друзья. А мне остается, знаете, что сделать? Поздравить того, кто правильно ответил на вопрос о Багратионе. Я уверен, что такой зритель есть. В ближайшее время пригласим его к нам на Первый Приднестровский. Вручим вот такую чашку. Он заслужил ее, безусловно. И вы, я думаю, что многим командам покажете, как это делается, как правильно и классно отвечать на вопросы. С нами будет играть еще много команд, ярких, интересных. И нам не нравится, что первые два раза мы выиграли. Не хотим мы выигрывать. Хотим, чтобы выигрывали команды, при этом демонстрируя блестящую эрудицию. Так что нужно соответствовать уровню наших вопросов. Мы тоже здесь стараемся, не просто так сидим. Это была Страна Легенд. Меня зовут Виктор Савченко. Я еще раз поздравляю всех с годовщиной референдума о независимости Приднестровья. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»